1966 год. Объём воловой продукции крупной промышленности по сравнению с 1913 годом возрос в 352 раза. Межпланетная станция Венера-3 стала первым космическим аппаратом, который достиг поверхности Венеры. Советская автоматическая станция Луна-9 впервые в мире совершила посадку на поверхности спутника Земли. Впервые люди увидели лунную поверхность во всех деталях, так как её увидит когда-нибудь глаз космонавта. Началось строительство крупнейшего в стране Волжского автомобильного завода – ВАЗ. Советские люди официально получили новый выходной день – праздник 8 марта. А вы тоже считаете, что мне нельзя подарить цвет? Можно, вам подарить можно. Просто для этого нужен какой-то этот самый, как он, день рождения или там, как это, 8 марта. Советская жизнь имела чёткий регламент – что, когда можно. Свой регламент имели и советские праздники. 8 марта – цветы и торт, в Новый год – ёлка и шампанское, 1 мая – шары и гвоздики. Казалось, всё определённо и незыблемо. Но мало кто задумывался, что советские праздники были, в общем-то, скрытыми клапанами, через которые власть выпускала пар народного недовольства. Когда пара стала слишком много, клапаны не выдержали, и Советский Союз рухнул. Красный день календаря. Почему сценарии советских праздников писались на самом высоком уровне? И какие лозунги кричали на демонстрациях? Действительно, искренне. Да здравствует советский народ, строитель коммунизма, ура! Новый год по-советски. Как Дед Мороз превратился в доброго дедушку? Сняла бороду Деда Мороза и сказала, ну я же говорила, что он не настоящий. Этот праздник со слезами на глазах. Как один праздничный день спас одну песню и внес традицию в другой праздник? Собственно говоря, День Победы-то, если бы не День Милиции, вряд ли бы эта песня появилась. День Защитника Отечества. Что на самом деле стоит за праздником 23 февраля и можно ли верить учебникам истории? Это праздник, по сути дела, праздник капитуляции большевиков перед германской армией. И почему праздник 8 марта у советских женщин не вызывал восторга? 8 марта, оно не воспринималось как праздник, придуманный Розой Люксембург, Кварой Цеткинг. В 1917 году большевики приходят к власти и первым делом начинают создавать новый мир. Весь мир нас едят и разрушат, раздавая вас, а все, мы можем помнить и построить, может, нечем, кто станет в себе. При таком видении мира старым праздником, особенно религиозным, места в Новой России не было. Началась активная кампания борьбы с ними. Товарищи, рабочая крестьянская революция, о необходимости которой все время говорили большевики, совершилась! В 1918 году новая власть создала праздничный и символьный канон, который оказался очень живучим. Серп и молот, как новые государственные символы. Красная звезда, как эмблема Красной Армии. Новый гимн «Интернационал» и красное знамя, как государственный слаг. Но прежде всего, годовщина Октябрьской революции, как главный государственный праздник. КПСС! Ура! В советское время появляются новые праздники. Главными праздниками становится годовщина Октябрьской революции, 7 ноября. Еще праздник 1 мая. Большинство, наверное, пользуется этим временем, ну, для того, чтобы созвать гостей, приготовить какой-то праздничный стол, порадоваться весне. Праздник в честь Октябрьской революции 17-го года отмечался советским народом в течение двух дней, 7 и 8 ноября. Торжественный военизированный парад демонстрировал силу победившего советского государства. Каждый должен был чувствовать себя частичкой этой силы. Это срабатывало. Многие праздновали 7 ноября искренне. По Красной площади Солицы шли плечом к плечу защитники Родины. Шли люди армии и люди труда. Сыны и дочери свободного и талантливого народа. Обязательно праздновали, потому что, вы знаете, вот в воздухе витало вот это праздничное настроение, гордость за державу. Парады были обалденные, все там мальчишки мечтали стать военными. Я жил в доме, в котором одни военные, поэтому да, обязательно у меня мой двоюродный племянник, он шел по Красной площади и потом приходил ко мне, мы праздновали. Так Советский Союз неуклонно шел к светлому будущему, отсчитывая годы на этом пути. И главный ритуал 7 ноября демонстрация как бы символически отражал это триумфальное шествие. Даже 7 ноября праздновали так, что это было приятно детям. В магазинах продавали цветные шарики, которых не было весь остальной год. Это тоже было важно. То есть я хочу сказать, что советская система очень хорошо понимала, что такое сдержки и противовесы. Очень хорошо понимала, что такое компенсация. Каждая октябрьская годовщина – это веха на пути к нашей великой цели – коммунизму. Лозунги, звучавшие в громкоговорителях и зафиксированные на транспарантах, указывали цель движения. Люди кричали «Ура!» и «Да здравствуй!». Так они демонстрировали свою готовность этих целей достигать. «Коммунизмы, парни, Советского Союза! Слава! Слава! Ура!» Действительно, искренне «Да здравствует советский народ, строитель коммунизма! Ура!» Я и сейчас могу спеть песню о родине Туликовой или какую-нибудь там патриотическую песню. Мы в школах это пели, мы разучивали обязательно. Ветром соленым дышат просторы, молнии креслят, как разовой. Что тебе снится? Рысь и ровно. Часто до утра встает над небой. Однако, начиная с 30-х годов, эта идеология в празднике 7 ноября стала пробуксовывать. Я полагаю, что искренние какие-то вещи, которые никак не подталкивались со стороны властей, это, наверное, первое пятилетие. Они опросники пустили. А что вам дала революция? Многие говорили, а зачем нужна была революция? А что лучше стало? Я при царе батюшке получал лучше, жил лучше. А некоторые писали прямо, нам нужна еще одна революция. Большевикам очень скоро пришлось убедиться и в ограниченности своего влияния. Это касалось прежде всего принудительного празднования революционных праздников. За пределами центров городов большевистские праздники игнорировались, отвергались или не находили понимания. Причем с этой проблемой не удалось справиться и значительно позднее. 7 ноября превратилось, на мой взгляд, да и так же, как и 1 мая, оно превратилось в демонстрацию отбывания. И начальник цеха выписывал материальную помощь на одного из работников цеха, которому доверял. И на эту материальную помощь, якобы, на нее покупалась водка, вино и закуска, для того, чтобы мужики приходили на эту демонстрацию. В СССР существовало более 30 праздников. Однако Новый год в Советском Союзе был главным и едва ли не единственным праздником, не имевшим идеологического подтекста. Наверное, поэтому и отмечали его от всей души, стараясь использовать максимум скромных по тем временам возможностей. Главные атрибуты новогодней ночи тогда, впрочем, как и сейчас, были стол, ломящийся от язв, и телевизор, транслирующий все тот же новогодний пир. Сейчас в наше время главное украшение стола. Что? Цветы. Кусь. Телевизор. А он у вас паутину показывает. Ну, конечно, мы все ждали этот Новый год, и там бутылка шампанского, и, конечно, всегда был очень хороший стол. При всей бедноте этого времени, как-то на Новый год было очень все хорошо. Было принципиально важно, чтобы количество блюд на столе превышало возможности потребления сидящих за этим столом людей. В прошлый год я ничего не ел. Вкусно. Это вы сами готовили? Конечно, сама. Как правило, всегда, к кому не зайди, у всех был набор. Обязательно шпроты, маленькая баночка майонеза, вот селедку под шубой делали, обязательно какие-нибудь огурчики, венгерские маленькие, или помидорчики уж. Как правило, люди сами делали, но я не умел. И банка зеленого горошка. В советское время это изобилие было альтернативой актуальному состоянию отечественной экономики, который не переставал лихорадить дефицит продуктов питания. Новогодний стол по замыслу идеологов должен был символизировать собой некий идеал, к которому стремился Советский Союз. И эта идеология распространялась на все главные государственные праздники. Советским праздником старались, ну, если тем более, это праздники были государственные, официальные, естественно, старались и торговую сеть, ну, по мере возможности, конечно, насветить наиболее востребованными товарами. Но проблему это не решало. Застолье в эпоху тотального дефицита все равно устраивалось по принципу, что удалось достать. Артисты были в чуть в лучшем положении. А у меня был таганский гастроном. Саша, директор, фантастический человек, который вот эти новогодние праздники устраивал нам, когда бы мы не приехали. Он даже мог предупредить, что вот с такого-то числа водка подорожает, поэтому приезжайте и забирайте столько водки, пока она еще в этой цене, которой завтра уже не будет. И мы для всех брали. Как правило, водкой советский народ провожал Старый Год и начинал это делать загодя. Но все же главным новогодним напитком было шампанское. Называлось оно Советское. Новый Год был любимым праздником. Не всем доставалось шампанское. Иногда в магазинах продавался такой газированный напиток «Салют» – наше вино. Шампанское нужно было открыть именно под бой кремлевских курантов. Успеть загадать желание, а уж затем выпить. Говорят, что с каждым годом этот мир стареет. Солнце прячется за дучей, славея греет. Говорят, что все когда-то было лучше, чем теперь. Говорят, а ты не слушай. Говорят, а ты не слушай. Набор блюд традиционный. Шпроты, холодец, кому повезло икра, финский сервелат и заливная рыба. Последнее блюдо вошло в историю благодаря новогодней комедии Эльдара Рязанова «Ирония судьбы или с легким паром». Вот это не рыба. Не заливная рыба. Это хрену к ней не хватает. Меню, кстати, не менялось со временем. Если доставали красную икру, то это было просто такой вот трехэтажный вот такие вот были столы, накрывались. Вот самое важное было набить живот, потому что дефицит был везде и во всем. Главным продовольственным символом Нового года стал салат оливье. Готовился он пресловутыми тазиками, которые позволяли и самим не с пустыми руками в гости сходить и нагрянувших визитеров принять. Можно сказать, что курица, например, была более деликатесным блюдом, чем блюдо из животного мяса. Мандарины – еще один обязательный атрибут советского Нового года. Мандарины вообще у нас такие какие-то другие были. Я сейчас хожу иногда, прям ищу запах этих мандаринов зеленых, которые, видите, марокканские, которые сладкие, такие с косточками. Вообще есть не могу. Те вот, которые тислые, ох, невозможно взять в рот. Но такое удовольствие получал, когда ты хлопал. Совершенно другой запах у них. Не отличался особым разнообразием и телевизионный ассортимент. На советском телевидении было всего два государственных канала. И здесь существовал свой принцип. Веселье весельем, а все показанное, от мультика до концерта, должно укладываться в русло советской идеологии. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Апофеозом советского Нового Года был «Голубой огонек». Концерт, где музыкальные номера перемежались с идеологически выверенными диалогами ведущих с передовиками производства. Мне хотелось бы сердечно поздравить всех, кто начинал строить первую линию метро, кто сегодня строит метро в 14-х городах, кто строит Байкало-Амурскую магистраль, всех наших тоннельщиков поздравить с Новым Годом. В 60-е годы, 70-е, 80-е звезды менялись, не менялась песня, ее состояние, и не менялся зритель. Поэтому 30-40 человек, они всегда кочевали из одной передачи в другую, и были идолами, надежно навязанными и надежно любимыми зрителям, потому что, собственно, больше некого было любить. Любовь, как гноза красная, цветет в моем саду, Любовь моя, как песенка, с которой в путь иду, Сильнее красоты твоей моя любовь одна, Она со мной пока моря не высохнут одна. А глубоко в ночи было то, ради чего боролись со сном многие граждане. Программа «Мелодии и ритмы зарубежной эстрады». Для советских людей это была едва ли не единственная возможность, хоть одним глазком взглянуть на загадочную и соблазнительно западную жизнь. Это был огромный праздник для людей, которые интересовались эстрадным искусством и смотрели, отвесив челюсть, вбирая в себя и впитывая какие-то совершенно другие интонации, другие штрихи, другое поведение, другую одежду, другие приемы пения. В 1976 году генсек КПСС Леонид Брежнев положил начало еще одной традиции. Обратился к народу с новогодним телепосланием. Повсюду на советской земле, от Балтики до Тихого океана, от Северных морей до Карпатских гор, уходящий год оставил добрый след. Таким образом, генеральный секретарь входил в каждый дом, становясь как бы членом семьи. Все это подчеркивало, если не снятие, то во всяком случае смягчение социальных различий. В новогодних обращениях к народу советские лидеры говорили о поступательном движении вперед, о прогрессе, о достижениях ушедшего года, стараясь тем самым придать празднику идеологическую окраску. Но народное восприятие Нового года оставалось принципиально неидеологичным. Запала Леонида Ильича хватило ненадолго. Однако традиция оказалась весьма живучей. Эту почетную миссию Брежнев переложил на плечи диктора Игоря Кирилла. Тем более отрадно сознавать, что страна уверенно продвинулась вперед на всех направлениях коммунистического строительства. Еще одним ритуалом, когда власть могла соединиться с советским народом, был новогодний бал. Неотъемлемый атрибут вечеринки «Маскарад» мог позволить на празднике запросто оказаться в одной компании, например, с председателем колхоза, что в обычной жизни было фактически невозможным. А папа же был председателем колхоза, и вот там, значит, вручают ему премию какую-то, да, а никто не знает кто. Там вот костюм такой-то, выходи. Вот он выходил. И мы сидим, все тоже смотрим. Мы знаем, что это из нашей компании, но мы понятия не имеем, кто это. И когда папа снимал «Маску», снимал все, все «А-а-а! Георгий Иванович!» И все «Ха-ха-ха!» Мы «Папа!» и бегом к нему. Значит, он говорит, вот так вот. Изначально Новый год не был советским праздником. В первые десятилетия существования советской власти он оказался в разряде многих других запрещенных торжеств. Ведь Новый год был тесно связан с рождественскими святками. В дореволюционной России самым главным праздником календарным было, конечно, православное Рождество. Именно к нему, к православному Рождеству привозили ёлки, украшали ёлки, устраивали детские праздники. И в Советском Союзе, конечно, государстве атеистическом этот праздник отменяется. И более того, в общем, желающим его встретить по стародавней традиции, ну, чинят препятствий. Лишь в 1935 году празднование Нового года получило новую санкцию. Сталин решил реабилитировать новогодний праздник и сдал указ о повсеместном украшении новогодних ёлоков. Ворошилов спросил у Сталина, где будем ставить главную ёлку. Дело в том, что 1 января 1937 года ёлка, ставили две ёлки, её ставили в парке отдыха и ставили её на Манежной. А здесь встала проблема, где ещё ставить ёлку. И Сталин сказал, у нас все ёлки главные. Это было принято как информация не к размышлению, а к действию. В декабре 1934 года, в канун 1-й, после долгого запрета встречи Нового года, в свет было выпущено пособие для партийных и комсомольских ельфеев. В нём давались подробные указания об организации новогодних торжеств. Предписывалось венчать ёлку пятиконечной красной звездой, а вместо традиционных шаров вешать на неё сделанные из цветной бумаги тракторы и комбайны. Возникла идея ёлочку сохранить, но снять с неё вифлеемскую звёздочку, перетолковать, чтобы она была теперь не путеводной звездой волков, а чтобы она теперь стала звездой путеводящей к коммунизму. Так рождественская ёлка превратилась в советскую. Появились новые традиции украшения новогодней красавицы. Теперь это символы советского времени. Самолёты, маленькие фигурки лыжников, спортсменов, лётчиков и школьников. Ёлочка любит весёлых детей, мы приглашаем на праздник гостей, По ёлочным игрушкам можно было прочесть историю страны. Во время Великой Отечественной войны самыми популярными были парашютисты. Во времена Сталина начали выпускать то, что предпочитал вождь. Ёлочных хоккеистов и цирковых персонажей. 1963 год был богат событиями. Он принёс много нового в жизнь страны всех советских людей. В эпоху Никиты Хрущёва на советских ёлках появились овощи и фрукты. Я вспоминаю, всегда вспоминаю новогоднюю ёлку, детскую. И я с таким удовольствием вспоминаю, что на этой ёлке висели за ниточку привязанные манпаси. Это карамельки. Карамельки такие. И мандаринки. Потому что до новогоднего праздника не очень-то мама баловала меня этими ни конфетками, ни фруктами такими экзотическими. В лесу родилась ёлочка, в лесу она росла, зимой и летом стройная, зелёная была. Зимой и летом стройная, зелёная была. В детское время тоже Новый год, это был таким вот ярким очень праздником, когда обязательно должен был прийти Дед Мороз со снегурочкой. Я помню, ещё в Кургане, когда мне было то ли 4, то ли 5, я сняла бороду с Деда Мороза и сказала, ну я же говорила, что он не настоящий. Дед Мороз впервые появился на Рождество в 1910 году. Однако, он не получил широкого признания, ведь первоначально Дед Мороз был злым и жестоким языческим божеством, великим старцем Севера, повелителем ледяного холода и пурги, морозившим людей. Красовские сказки про Деда Мороза, простите, или там про Морозка и так далее, это не по заказу политодела ЦК было сделано. Поэтому здесь речь шла о том, чтобы аккуратно найти какие-то там обрывочки традиций старых и их перевязать, сплести новые макрома из них, из этих старых ниточек, новый ковер. И это удалось советской власти. Деду Морозу идеологи создали новый имидж. Агит-эскадрильи с парашютистами, которых сбрасывали с подарками в самые, куда можно только добраться районами. Смысл был какой? Новый год, Дед Мороз приходит к каждому мальчику страны Советов, где бы он ни был. Вот принцип социальной справедливости. То есть он до каждого придет. И каждому подарит подарок. То, чего не было в проклятом царском прошлом. Ты его видела? Нет, его нельзя увидеть. Он приходит поздно ночью в 12 часов, когда мы уже спим. Вот было бы здорово, если бы он взял и пришел пораньше. Давай позовем его. Давай. Приходи, приходи, мы тебя ждем. Мы тебя ждем. Мы тебя ждем. Мы тебя ждем. Иду, ребятки. Теперь Дед Мороз являлся к советским детям под Новый год вместе со Снегурочкой и дарил им подарки. Здравствуй, Деда Сковородка. Здравствуй, доченька. Здравствуй, милая. Была такая фирма «Заря». Можно было вызвать, еще в советские годы можно было вызвать Деда Мороза и Снегурочку. Действительно, приходили люди, актеры, делали целое представление. Стоило это не очень дорого, только нужно было заказывать его летом. Потому что не успел его мне Деда Мороза заказать, он к тебе в декабре уже точно не придет. Вот к детям к моим приходил. Так у советских детей появилась возможность прикоснуться к чуду, поверить в Деда Мороза и Снегурочку, а еще в их удивительные возможности. в коммунальной квартире в той же раздают подарки детям вокруг меня, потому что родители вызвали Деда Мороза, а я-то не понимаю. И стою и думаю, а где мне, почему подарок они принесли? Потому что мои родители не вызывали Деда Мороза. Но Дед Мороз, видно, увидел мое выражение на лице, вот это отчаяние, что мне ничего никто не принес. И он мне, я помню, что-то такое достал, что я удовлетворенный, взяв этот подарок, так думаю, ого, как это здорово. В годы Великой Отечественной войны развитие советских массовых праздников прервалось. Окончание войны ознаменовалось всенародным праздником победы советского народа. Кульминацией торжеств стал парад победы на Красной площади в Москве. Москва, Красная площадь. 24 июня 1945 года здесь, у стен Седого Кремля, встречала страна своих сыновей, вернувшихся с победой. Героев беспримерных сражений на всех фронтах Отечественной войны от Баренцева до Черного моря. Но введенный в 1945 году праздник День Победы был выходным днем всего лишь два года. В 1947 году выходной был перенесен на 1 января, сделав Новый год нерабочим. С этого момента военные парады были прекращены. В 1947 по 1965 год 9 мая был рабочим днем. Можно найти много официального объяснения, что там вот у нас очень много праздников и так далее, и так далее. Нашли замену. В 1947 году за место Дня Победы, все так можно условно сказать, таким праздником выходным стало 1 января. Несмотря на это, праздник все же сохранил свое значение. Выпускались праздничные открытки и звучали поздравления в адрес фронтов. У меня дедушка прошел всю войну, дошел и к Германии, поэтому, например, конечно, 9 мая такой очень важный был праздник в семье, потому что бабушка тоже, она хоть и в ТУ работала, но все равно тоже все это помнила, все это знала, мы всегда их поздравляли. Лишь спустя два десятилетия, уже при Брежневе, в 1965 году, День Победы был впервые широко отпразднован в СССР. В том же юбилейном году праздничный день стал снова нерабочим. Однако, военные парады на Красной площади проводятся только как каждые 10 лет, а советскую песню День Победы, ставшую впоследствии атрибутом торжеств, поначалу советские власти отвергали. Абсолютно везде виделась какая-то антисоветчина, что ли, это как с песней День Победы, это праздник со слезами на глазах, песню запретили, наш советский праздник не может быть со слезами на глазах. «Советский праздник» «Советский праздник» Она полгода лежала на полках вообще и после исполнения на огоньке моим коллегой ее почему-то прикрыли и она, если бы я не адресовал ее в день милиции милиционерам в колонном зале и мне не дали добро на ее исполнение именно руководителями милицейского тогда аппарата, то неизвестно, что было с этой песней. Лещенко рисковал, но не прогадал. Публика сразу приняла песню и День Победы был исполнен певцом и еще раз написан. После этого выступления песню стал петь весь Советский Союз. Это день победы, порохом в тропах, это праздник, светлою на висках, это радость. Идеология и политика были спутниками многих советских праздников. 1 мая не исключение. 1 мая в Советском Союзе отмечался как День солидарности трудящихся и долгие годы был основным государственным праздником. Этот праздник появился еще до революции. Рабочие собирались на нелегальной маевке и открытые демонстрации. В декрете Совнаркома 1918 года был установлен цикл годовых советских праздников. И он, по сути дела, представлял собой компенсацию отмены праздников религиозных. Собственно, когда на Первомайскую демонстрацию выходили с портретами Маркса, Энгельса и Ленина, то крестьяне в деревнях снимали шапки и крестились. Ведь сразу же не вытеснишь тех представлений, которые веками складывались. Но советской власти все-таки удалось вытеснить старое понятие. Первое мае стал в СССР по-настоящему массовым праздником. Рабочие получили два дополнительных выходных дня, а усилиями советских идеологов майские гуляния были превращены в некое подобие латиноамериканских карнавалов. Но в отличие от последних, они носили обязательный характер с идеологически выверенными транспарантами, лозунгами и улыбками. Демонстрация – это такой был своеобразный карнавал и безудержное веселье с песнями, пусть такого чрезмерно идейного содержания. Но это был действительно единый порыв пойти попеть песен. Потом с возрастом можно было празднование продолжать не только лимонадом. Первый май с его театрально-карнавальной формой прижился в Советском Союзе. Причем именно карнавальная тема многих радовала и привязывала к этому празднику. Все идут, все машут этими флажками, шариками. Нет, нет, это было очень такое приятное времяпрепровождение. Сегодня здесь состоялись торжества, посвященные Дню Международной Солидарности Трудящихся в борьбе против империализма, за мир, демократию и социализм. Слава передовикам и новаторам производства! Ура! Красочные колонны советских людей с транспарантами и портретами вождей шли около трибун, на которых их приветствовали руководители КПСС и правительство. Я очень любила Первое мая. Я любила его с детства. У меня папа был депутат Верховного Совета и член ЦК. Поэтому все праздники мы стояли на мавзолее. Но как не на верхней трибуне, а внизу там были вот такие еще как бы подтрибунники. И там стояло вот как бы руководство страны. Разрешалось брать с собой детей. Лучшие из лучших удостаивались чести пройтись по главной площади страны перед мавзолеем. Но такими избранными были не сами рабочие, а их представители. Главным образом лидеры и активисты профсоюзного движения. Бригада у нас 65 человек, большая. И она сейчас, конечно, смотрит нас вот по телевизору. Потом их заставляли все-таки, не то что заставляли, на заводе, как они там говорят, завтра вот у нас там, выйдете в эти колонны, вынесете флаги. Там все распределялось. После демонстрации люди подружески объединялись и принимали гостей. Праздничный стол был обязательным атрибутом Первого мая. Когда мы приходили домой, дома были пироги, холодец. Так это все было вкусно, всего это не готовили в обычные какие-то дни. Целый день работал телевизор, в нашем доме это никогда не было заведено. Радио, песни, вот эти бумажные какие-то флажки. На второй день праздника люди, как правило, выезжали за город и устраивали массовое празднование на природе. Первомайские демонстрации, они все больше принимали, конечно, политический характер. Но не только, это же общая политизация всех демонстраций. И антивоенных, и так далее, и так далее. По мере того, как власть теряла контроль над страной, все демонстрации у Чела Первомайских превращались в такие демонстрации. Перестройка внесла свои перемены. Официоз отменили. В демонстрациях стали участвовать только желающие. Где-то уже ближе, там, в 80-м каком-то году, уже мировоззрение у людей очень сильно менялось. Многие на демонстрации просто мне сказали, ты что, на демонстрацию идешь, что ли? Ты дурак там. Там у меня девушка была, она говорит, Витя, ты что, совсем, что ли? Ты в какой стране живешь? Еще один весенний праздник – 8 марта. Этот день ассоциировался в Советском Союзе с любовью, нежностью и теплом. Но на самом деле причина его появления была исключительно политическая. Это был праздник партийных женщин, вот, в 23-м году. Он, безусловно, отсылал к демонстрациям женщин за свои права, которые проходили в Нью-Йорке со второй половины 19-го века. История женского движения, история феминистского движения – это не одно и то же. Потому что феминистское движение – это не означает женское движение. Феминистское движение – это освобождение за освобождение, так сказать, женщин, за их равенство, как бы, да, инансипацию. Женское движение – это за то, чтобы, так сказать, за права женщин, за их автономию. В случае с Кларой Цеткиной речь шла все-таки о таком феминистском уклоне. С 1966 года 8 марта в СССР становится нерабочим днем. Впрочем, мало кто в стране связывал этот день с борьбой женщин за свои права. Прекрасный пол отмечал этот праздник по-своему. 8 марта оно не воспринималось как праздник, придуманный Розой Люксембург и Кларой Цеткин, а просто был, так вы знаете, наш день Святого Валентина. Это момент, когда тебе говорят, что ты прекрасная. Даже на работе в этот день ты была не журналистка Васильева, а ты была прекрасная фея. Это, конечно, было удивительно. Главными атрибутами 8 марта были цветы, которые мужчины дарили женщинам. Мальчики в этот день традиционно поздравляли девочек и своих мам. К святам в подарок женщинам обычно прилагался праздничный торт. Надо было ехать в магазин на Арбате. Арбатский магазин Прага. Ресторан Прага. И, постояв всего лишь каких-то два часа днем, а если вечером после пяти, часа три, в очереди, если повезет, можно было купить небольшую коробочку, или один торт в руки больше не давали. Торт Прага или какой-то еще. Делали великолепно, вкусно. В СССР 8 марта возник праздничный ритуал. В этот день на торжественных мероприятиях руководство страны отчитывалось перед обществом о реализации государственной политики в отношении женщин. Женщины не всегда об этом просят. Почему только 8 марта дарятся цветы, а на следующий день она может получить в глаз? Советские идеологи на протяжении нескольких десятилетий всячески развивали миф о международности женского дня. Но это было не так. В Канаде, я как раз была, и говорю, что у нас сегодня женский день, они на меня посмотрели очень странно. Видимо, не поняли, что я имела в виду. Вокруг все смеялись, с тех пор мы как бы не рекламируем этот праздник, потому что во многих странах он или неизвестен, или вызывает улыбку. Международным днем 8 марта стал лишь в 1975 году. Однако постепенно этот праздник в Советском Союзе начинает трансформироваться. 8 марта, 23 февраля праздновались, но празднование их, если мы говорим об эпохе 20-х, 30-х, 40-х годов, не было столь широким, каким оно стало впоследствии, уже в 70-е годы. Кстати, и дни эти не были выходными, в отличие от других праздничных дат советского календаря. Но уже в застое эти праздники немножко приобрели, так сказать, другое значение, чем они изначально имели. 23 февраля мужской день, 8 марта женский день стал отмечаться. В кратком курсе истории ВКПБ редакции 38-го года можно было прочесть следующее. 23 февраля 1918 года Красная Гвардия нанесла сокрушительное поражение под Нарвой и Псковом немецкому захватчику. В честь этого исторического события и учрежден праздник Красной Армии. На самом деле все было наоборот. Немцы вошли в Нарву, не встретив сопротивления. 23 февраля классический пример вот просто придуманного праздника. Классическая схема, которую мы празднуем. Якобы 23 февраля под Нарвой и Псковом Красная Армия нанесла поражение немцам наступающим. Так вот, никакого поражения не было. 23 февраля немцы были на поступках к Пскову, они его возьмут 24-го на следующий день. А до Нарвы им было километров 150, они его возьмут только 3 марта. То есть никакой победы не было. Тем не менее, в 1922 году, 23 февраля, был объявлен Днем Красной Армии. Но уже в 1938 году Сталин для обоснования этой даты придумал миф о победе под Псковом и Нарвой. В СССР эта версия многие годы поддерживалась государственной пропагандой. В 1949 году этот день стал называться Днем Советской Армии и Военно-морского флота. 23 февраля выходным не было. Поэтому программа главного мужского праздника ограничивалась поздравлениями коллег, вручением подарков и патриотическими фильмами по телевидению. Такими, как Чапаев. Ранен? Ранен, Василий Иванович. Ну и дурак. Идет отряд по ходным порядкам. Где должен быть командир? Впереди! На лихом коне! Советские люди, конечно, не знали всей подоплеки праздника. Многие праздновали его искренне, от души. Праздничная атмосфера подкреплялась концертом. День Военно-морского флота и День Советской Армии – это были лучшие концерты, которые собирались для того, чтобы отблагодарить наших ребят, которые служили в силовых структурах. Однако в 70-х годах общественное мнение меняется. И 23 февраля превращается из чисто армейского праздника просто в мужской день. Поздравляли уже всех мужчин, независимо от наличия воинского звания. Девочки нам всегда под парту клали подарки. Всегда. И мне, я помню, любимая девушка, которой мне очень нравилась в классе, там, Леночка, она мне подарила подарок. Это где-то в 6-м или 7-м классе. Я был счастлив. И когда узнал, что это от нее, я был просто влюблен, влюблен. После распада СССР праздник переименовали в День защитника Отечества. И 23 февраля стал выходным. Правда, традициями мужской день еще не оброс, как и многие другие праздники современной России. Потребность в праздниках заложена в самой природе человека. Даже если нечего отмечать, человек все равно найдет себе повод для веселья. ПОЁТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Из каждого события, из каждого дня хочется сделать праздник и радость, потому что один великий человек сказал, Хемингуэй, по-моему, что праздник нужно носить с собой каждый день. С распадом СССР большинство праздничных дней утратили не только название, но и политический смысл. Однако до сих пор многие с ностальгией вспоминают советские праздники. Но они ушли в историю и стали еще одной легендой СССР. ПОЁТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ СССР.